Мы при этом сегодня смотрели на удивительную новость по поводу неких новаций, связанных с юношеским рынком наркоторговли. Детям-наркоманам предлагают стирать память. Вот такая вот есть новость. Ты слышал об этом что-нибудь? Ну, понимаете, вообще это такая голубая мечта человечества. Стирить память детям? Не только детям. Вообще всем, да? Ну, желательно всем. То есть время от времени появляются люди, которые выносят как бы на рынок вот эту идею, что мы что-то сделаем с вашей памятью, и вы забудете некие негативные вещи. Нет-нет-нет, это один вариант, который еще можно как-то было принять, это вопросы травмы. Ну, вот горе там и так далее. Но дальше это стало приобретать такие размеры, когда вот если есть какая-то социальная болезнь, там, курение, алкоголь, наркотики, то вот появляются люди, которые бодрым голосом говорят, что они это могут сделать. Легко, быстро, безболезненно, да? И вы уже не наркоман. Да, и вы уже не наркоман. Но при этом эти вещи никогда не проходят проверку. У кого-нибудь получалось? Никого. Но они, самое главное, что никогда не проходят проверку на даже другую часть. Вот я уже про серьезную. Вот вместе с этим уходом памяти, остается ли вообще личность после этого? Опа-ки. А как? Ну вот... Ну, есть человек или растение? Забыл. Это что, таблорасса? Ну, он все забывает, что ли, да? Непонятно. А никто... Поскольку этого никто не делал. А, ну, конечно. Вы понимаете, что дальше начинается вот разговор о том, а вообще говоря, вот это этично. Ну, понятно, что из-за наркотиков мы как бы считаем, что можем влезать в душу чужого человека. То есть уже наушенную табу, да, получается, с ним человеком. Но это вот как с террористической угрозой. Люди вроде бы пережили террористическую угрозу, а потом говорят, ну, и можете за мной наблюдать, следить, делать все, что хотите. То есть постепенный отказ от честной жизни. Так и тут. Но при этом это все на себя берет какая-то инстанция, которая говорит, что мы вас будем лечить. Это в обычной ситуации, ну, вот то, что я знаю очень хорошо, когда в 90-е годы после афганской и чеченской первой войны появились люди, которые стали говорить, что они вот могут, так сказать, проникнуть в наше сознание и снять вопросы посттравматического стрессового синдрома. Есть другие способы, я не про это сейчас. Но когда... Ведуны и целители. Нет, нет очень даже доктора физиологических и врачных наук. И когда начинаешь с ними беседовать, что ведь для некоторых из этих людей, вот их травматический опыт, это именно опыт и шаг дальше. То есть мы отлично знаем биографии людей, которые прошли войну и после этого реализовались. И когда у них спрашивают там, а почему вот вы такой целостный, мощный и активный, то он и говорит, что я прошел войну. А лагеря? Что? А лагеря? Что наши, что? Не спорно, потому что Лихачев прошел одним путем, убрать лагерь, и Лихачев будет другим. Он может быть простым филологом, но не Лихачевым, Солженицем. Убери лагерь, и нет такого писателя. И мы же отлично понимаем, что никто из них не вспоминает лагерь, как светлое пионерство в детстве. Варлам Шаламов, чудовищные, жуткие, травматичные воспоминания, но его книги говорят как-то... Его книги спасают очень многих. Единственное, что у Шаламова вербализовано, что он-то считает, что это полное безобразие, и все плохо. Но, с другой стороны, вот ведь когда мы считаем, может быть, мы никогда бы не были так предупреждены о лагерях, как если бы не его травматический опыт. И в этом смысле это люди, которые... Пройдя ад? Пройдя ад, это прималевие. То есть, в каждой стране, так сказать, есть свой человек, который прошел нацистские, советские или еще какие-то лагеря, и после этого стал еще более звездный. Он стал серьезно относиться к очень многим экзистенциальным проблемам. А здесь предлагается такой простой способ. Можно фактически ударим по голове? Забудь. Следствие закончено? Забудьте. И не случайно вот такую идею всегда хотят поддержать какие-то государственные чиновники. Что в Америке, что у нас. Заводной апельсин. Заводной апельсин. Есть такая книга и фильм. Уход от реальности похож на то, что делают наркоманы и алкоголики, по большому счету. Они же уходят от реальности. И тут, получается, стираешь память и тоже уходишь от своей реальности в другую. Ну, перестраиваешь ее. Да, и совершенно непонятно, кто потом за деньги будет это делать. Что-то мне матрица вспоминается. Матрица, да. Но я к тому, что вот тут дальше, так сказать, уже более веселые вещи. Что да, конечно, значит, первоначально предлагается на очень, на очень, как бы, хорошей основе. Да, вот, ну, мы поможем вам преодолеть ваши аддикции, ваши заболевания. Но потом нет никакой гарантии, что не появятся люди, которые будут за большие деньги время и времени стирать себе память и начинать жить по-новой. Что это тоже будет своего рода наркотик. Хорошо. Ну, а почему нет? Ты же заставишь людей. Люди используют. Вот, а если он мазохист? Пожалуйста. А если он садист? А если он отсидел в тюрьме? Ну, и... А потом взял и стер, как будто бы не было этого. То есть он не получил наказание, по большому счету. По большому счету, да. Да. Психологически. То есть, конечно, время потерял. Нет, дальше начинается некая, вот, некие наши фантазии по поводу некой новой жизни. То есть это такой вот новый блестящий мир, Хаксли, в новом варианте. Все жизни радостные. Но не с помощью сомы, граммы нету, драма, а с помощью вот такого средства. С помощью, да. И даже не надо с загашиш бороться. Вот героин и прочее уходят в тень. Можно сделать в каждый раз по новой, новой жизни. То есть даже без... Мир без наркотиков. Мир без наркотиков. Слоган, конечно, не про то, но, в общем, да. А надо ли, а хорошо ли это? А хорошо ли это? То есть вообще вопросы вот тут же возникают не только технического характера. Я отлично понимаю, что да, можно, конечно, и в ближайшее время появятся такие вещи. Найти эту область мозга, на которую нужно воздействовать? Найти область мозга, найти вещество, найти способ воздействовать. То есть вот это все в эту сторону. Но перед нами тогда встает вопрос о этичности, о последствиях. Знаете, ведь каждое вторжение в психику человека, мы как-то так легко это все воспринимаем, что вот психотерапевт, вот гипнотизер, там еще что-то. Но ведь мы, когда покупаем лекарства, многие внимательно читают показания и противопоказания. Ну не все некоторые послушали рекламу и, так сказать, поставили диагноз и вылечились. Ну вот некоторые вылечились, некоторые теперь лежат совершенно не в том месте. Где бы планировали проводить будущее. Да, и тут возникают вот такие вот штучки, что все-таки правильно поступают по отношению к фармакофирмам. Все-таки напечатайте в каждой упаковочке показания и противопоказания. Слушай, это все напоминает, помнишь, замечательный фильм «Люди в черном». И там был вот такой, наденьте черные очки, щелкнули огонек и рассказали, какие у вас воспоминания. Да, ну вот это движение к этому миру.